Как уже сообщалось, его и Афалину Дельфу зоозащитники обнаружили в ноябре минувшего года. Владелец держал дельфинов в силосной яме в поселке Веселовка Темрюкского района. Их отправили для реабилитации в Утрижский дельфинарий. Дельфа умерла спустя месяц, а Зевс, как говорят сотрудники дельфинария, боролся до последнего, полностью съедая положенный рыбный рацион. Под конец его жизни уже, поскольку у Зевса искривление прогрессировало, позвоночник у Зевса, он был малоподвижен. В связи с этим, возможно, уже начала образовываться застойная пневмония. Я не могу сказать наверняка, то есть это уже покажет скрытие. Но при последнем посеве было выявлен массивный рост клипсиелы, пневмонии. Анализы крови тоже последние, которые мы брали, они все время ухудшались, несмотря на проводимое лечение, то есть антибиотикотерапию, ежедневные инъекции внутримышечные. Ничего не помогло. Планировали сменить курс лечения, перейти, может, на более мощный антибиотик или добавить еще препараты, поскольку консультировались с многими врачами. То есть это дело уже приняло большую огласку, подключились по всей России практически люди. Но в итоге, к сожалению, мы не успели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!